Аллилуйя! Я сегодня хочу поговорить с вами на такую тему, которая изменит вашу жизнь. Я хотела поговорить о почтении в семье, продолжить как бы о муже, жены. Я стояла, даже Наташе звонила, говорю, Наташа, ничего в голову не лезет. Не знаю, о чем проповедовать. Я раздвоилась. Или эту взять тему, или эту взять тему. Я и молилась, и Дух Святой покажи мне. И Дух Святой как будто закрыл свои уши. Да что ж такое? Я думаю, на всякий случай приготовлю две. А какую ты мне покажешь уже на собрании, то и возьму. Аллилуйя! Скажи Бог, открой мое сердце и мои уши, чтобы я сегодня был способен слышать. И не только слышать, а слышать так, чтобы жизнь моя менялась. Аллилуйя! Христианин — это тот христианин, который имеет заповеди и исполняет их. Аминь. Настоящий христианин — это тот, который не врет языком, а который говорит и делает. Это настоящий христианин. Аллилуйя! Садитесь в присутствие Духа Святого. Достаньте конспекты, если вам они нужны. Достаньте ваши Библии. Оставайтесь в присутствии Духа Святого. Не разговаривайте. Успокойтесь. И Бог будет говорить сегодня нам. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус! Я славлю тебя, Господь, за твое величайшее присутствие на этом месте. Отец, я прошу тебя, используй сегодня мои уста для того, чтобы люди могли видеть не меня, а могли видеть тебя во имя Иисуса. Аллилуйя! 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 Итак, мы говорим с вами, что этот год, 2000... Мы говорим, что у нас год Христово Просвещение. Я не знаю, это так эхом отдаётся в сердцах, я не знаю, ваших да или нет. Но я надеюсь, что да, это отдаётся и внутри каждого из нас. И год Христово Просвещение, то есть Просвещение, это означает, что моя жизнь изменится в этом году. Не так ли? Почему? Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Истина делает нас свободными не для того, чтобы мы грешили, а истина делает нас свободными для того, чтобы мы жили без греха. Без этого ерма на нашем плече. Аллилуйя! Итак, мы говорили ещё, я немножко акцент делаю на пастырских проповедях, что свет приходит. Если свет Христов приходит, он всякую тьму открывает внутри нас. Аминь? Это означает, что в этом году каждый из нас увидит тьму в своём сердце. Вы со мной? Для того, чтобы свет пришёл и осветил, сначала надо увидеть, что осветить этому свету. И поэтому каждый из нас начнёт замечать внутри себя ту нечистоту, которую свет должен осветить. Аллилуйя! А это означает, что если мы говорим Христово просвещение, значит наш разум ещё больше будет открываться. Мы больше будем видеть Бога, но вместе с этим мы больше будем видеть, кто мы по отношению к Богу. Уровень Бога мы будем видеть, и также мы будем видеть уровень своей грязноты в Боге. Вы слышите, о чём я говорю? Поэтому, чтобы вы не разочаровывались в этот год просвещения, потому что у вас начнётся вылазить то, когда вы даже вообще не могли себе представить, что это в вас находилось. И вы будете думать, Боже, я и не знал, что я оказывается ещё и такой. Это свет приходит. И когда свет приходит, он освещает нашу тьму. И когда он освещает нашу тьму, это говорит о том, что мне нужно эту тьму убрать. Как убрать? Через покаяние. Покаяние, это означает полное изменение моего мировоззрения. Вы слышите, о чём я говорю? Покаяние, это не просто ты пришёл и сказал, Господи, прости меня. Я плохой, измени меня, аминь, аллилуйя. Я принимаю, я прощаю себя, я такой, всё, аллилуйя. Во Христе Иисусе я новое творение. Это не помогает. Но когда ты приходишь с покаянием, это означает, ты меняешь свой кругозор мышления. Ты разворачиваешь свои мысли, ты говоришь, я думал неправильно. Я представлял вообще эту жизнь неправильно. Глаза твои начинают открываться, ты говоришь, Вон, а почему я грешу? Потому что я смотрю, не в правильном фокусе вообще на себя и на эту жизнь. И тогда ты говоришь, Бог, прости меня, разворачиваешься. И тогда возврата назад уже нет. А когда мы каемся, и у нас перемена в мировоззрении не происходит, мы снова идём к этому же греху и грешим теми же грехами. И тогда ещё больше начинаем бичевать себя, потому что написано в Писании, что если мы сознательно грешим, то уже не остаётся жертвы за грех. Читали? И мы тогда начинаем бичевать себя, мы же знали, что это грех, и опять делаем этот грех. И ещё больше начинаем лупцевать себя за то, что я вообще, Господь, уже и сознательно грешу. Бог говорит, Боже мой, какие же вы все замороченные. Тебе не надо двадцать раз каяться об одном и том же грехе. Тебе нужно просто перефокусировать свою голову, разбить это мышление внутри, эту твердыню, чтобы Бог просто прикоснулся и разбомбил её, и всё, ты больше к ней никогда не вернёшься. Аллилуйя! Тогда грех отпадает, как шелуха. Почему вы думаете, если вы пили, вы пришли в церковь пить, выпивка сама отпала. А если вы анонизмом занимались, пришли в церковь, никак не отпадает. Что, грехи разные. Или то легче, а то труднее для Бога. Заморочка вот здесь, в голове. К этому ты больше привязан, а к этому ты меньше был привязан. И вот к чему ты больше был привязан, я вообще не о том, как хотела говорить, но это значит надо. И вот к чему ты больше привязан, вот это держит тебя, вот это значит здесь надо изменить, понять, что это такое. Что оно с собой влечёт, сесть с Богом, рассудить на эту тему. Если я буду продолжать, что оно может привлечь, вот это вот, какие последствия. И ты говоришь, и ты начинаешь видеть, читаешь литературу. И начинаешь, о-о-о, так это оказывается, вон оно что. И ты разворачиваешься. Слышите? Поворот в уме. И тогда ты говоришь, Бог простил. Бог говорит, да, простил. И ты идёшь мимо девушек, и не видишь их коротких юбок. Идёшь, думаешь, аллилуйя. Свобода. Слава Иисусу Христу. Вот что означает просвещение. Просвещение мы будем видеть в своей негативной стороне. И просвещение мы будем видеть Бога в этих негативных вещах. Что Он делает для нас, чтобы изменить наши судьбы. Аллилуйя. Бог так заинтересован в нас, больше, чем мы в Нём. И нам это надо понять, это надо вкусить. Я это так сейчас просто и дома этого не переживала. А сейчас я так это переживаю. Дома молилась, Господи, да не это пережить сутром. И всё как-то вот. А сейчас я не знаю, что со мной происходит. Я это внутри просто переживаю. И я не знаю, как вам это рассказать. Просто как будто ты вот купаешься в этом. И тебе надо... Он настолько любит нас. Как один служитель, я помню... Знаете, когда мы говорим, что у нас проблемы, проблемы. Бог, наверное... Ну что Бог меня вечно наказывает? Ну что Бог вечно наказывает? Ну а почти... И помню, когда вот на уединении этот, из-за Львова, пастор вышел и сказал, Бог любит тебя и баста. Меня как в лоб ударило. Я же это знала всю жизнь. Ну меня как ударило в лоб. Мне как... Я откровение получила. Всего в двух словах. Бог любит и баста. Думаю, точно. Болеешь ты, не болеешь. Психуешь ты, не психуешь. Грешишь ты, даже не грешишь. Он всё равно любит. Любит. Но не надо пренебрегать его любовью. Аллалюя. Итак, скажи, год Христово Просвещение. Год Христово Просвещение. Я хочу сегодня показать вам корень греха. Потому что приближаться к Богу мы не можем без страха Божьего. Вы понимаете, о чём я говорю? Нет ничего общего греха и Бога. Если вы будете читать Псалтирь и внимательно изучать его, вы можете там наблюдать. Давид постоянно каялся перед Богом. Давид это как раз тот человек, который понял, наконец-то, что ничего общего греха с Богом нет. И что делает грех, разделяет нас от Бога. И какой бы грех ни был, он всё равно отделяет нас от Бога. И вот сегодня я хочу спросить у вас, что такое грех в вашем понимании? Что вы мне можете сказать? Что такое грех? Ну, пожалуйста. Что это? Так, ещё. Что такое грех? Что вы считаете грехом? Неверие. Неверие. Ещё. Ещё. Не, ну вы конкретно можете сказать то, что не абстрактно, а конкретно. Что есть грех? Как вы считаете? Воровство. Воровство, да? Злоречие. 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 Что ещё? Зависть. Зависть, да? Прелюбодеяние. Прелюбодеяние, да? Ненависть. Ненависть, да? Непрощение. Непрощение, да? Если совесть мучает, значит грех. Что? Если совесть мучает, значит грех. Если совесть мучает, значит грех. Если совесть мучает, значит грех. А если совесть уже умерла. А если совесть уже умерла. А что тогда сделать? То есть мы можем называть сегодня много грехов, которые описывает Библия. Откройте Якова 4 главу. Откройте Якова 4 главу. 8 стих. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца твои душные. А 7 стих возьмите. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он бежит от вас. Даша говорит, приблизьтесь к Богу. Скажи, приблизьтесь к Богу. Мне нужно приблизиться первому к Богу, тогда он приблизится ко мне. И когда он приблизится ко мне, смотрите, дальше написано, очистите руки ваши. Как очистить можно руки без присутствия Бога? Когда я вхожу в присутствие Бога, сначала я и к нему иду, потом он приходит ко мне, и в его свете я начинаю видеть то, что мне надо очистить. Так или нет? Правильно? И когда, и смотрите, дальше написано, исправьте сердца двоедушные. Двоедушные. То есть, когда я прихожу в его присутствие, я вижу, что со мной не так, и тогда в его присутствии мне легко исправить сердце. То есть, двоедушные, это означает, что в моем сердце есть еще что-то, чему я придаю больше предпочтения, чем может Богу. Или на одном уровне я отдаю предпочтение и Богу, и тому, что в моем сердце. И Бог говорит, вы не можете служить двум господам, потому что одному вы будете усердствовать, а другому будете пренебрегать. То есть, вы должны принять, не быть с двоедушным сердцем, либо Богу служить, либо не служить. Серьезный момент, да? Бог говорит, что лучше вам быть, лучше вам не познавать, чем вам познавши оставаться в таком положении. Сегодня я в церкви, а завтра я в аду. Не, не так. Не в церкви, не в аду, а посередине. Самое ужасное состояние, это состояние теплоты. Я еще не умер, я еще и не горю, это гореть вам надо, а мне не надо гореть. А мне и так возле неплохо. Я как бы и не умер, я как бы и вперед не бегу. А мне посередине неплохо. Нет, середины с Богом. Бог говорит, теплое состояние, это ужасное состояние для христианина. Лучше тебе или гореть, или тебе не приходить, чем тебя ходить возле, надеяться на то, что ты пойдешь на небо, а неизвестно, где ты окажешься. И потом разочарованным остаться в конце жизни. Алло, вы со мной? Поэтому Бог говорит, а исправьте сердца двоедушные. Скажи, исправить сердца двоедушные. Моя задача. И это я смогу сделать только в присутствии Его. Аллилуйя. Аллилуйя. Дальше. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте. Там, десятый стих. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Скажи, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Аллилуйя. Знаете, когда вы читаете о израильском народе, когда израильский народ Бог выводил из Египта, или Моисей выводил из Египта, помните всю эту историю. Египет это та мирская система, из которой нас вызволил Бог. Аминь? Аминь. То же самое. Египет это преобраз моей прошлой жизни, в которой я жил. И Бог меня оттуда вывел. Посмотрите, пожалуйста, на израильский народ. Это как прообраз для нас. Когда Бог вывел их из этой земли, из Египта, и ввел в обитованную землю, что делал народ? Рабствовал. Всякий раз бунтовали внутри, правда? Да. Всякий раз недовольствовали внутри. И что они говорили? Верни нас назад, Моисей. Туда, откуда ты нас забрал. Лучше б я вообще не выходил оттуда. Лучше б я оставался там. Зачем я... Вы когда-нибудь задавали себе такие вопросы дома? Вот можете искренне сказать? Лучше б я... Я не пойму, зачем я покаялся? Я хочу сегодня говорить о трезвости ума, а не о духовных каких-то там иллюзиях, которые каждый себе питает. Если ты настоящий христианин и хочешь идти в небо, ты будешь задавать себе вопрос, Боже, я не пойму вообще, а есть вообще Бог на небе? Может, я сам себе придумал? Это было с израильским народом. Только они это сделали в сердцах из бунта. Правда? А мы там, тихохонько дома. И все-таки эти вопросы нас атакуют иногда. Может, вообще все это нафрасно. Зачем я ору? А-а-а! А-а-а! Силы трачу. Давление поднимается. Может, оно вообще не надо? Зачем это все надо? Да никому оно не надо. Да не буду я это больше делать. И каждый раз, когда ты это задаешь вопрос, ты падаешь, падаешь. А Бог говорит, нет, кричала, кричи еще больше. Хорошо, буду кричать еще больше. Но все равно мы сталкиваемся с этими вопросами. Как точно тот же израильский народ. Они были атакованы этими же вопросами. Моисеев, кто ты такой вообще? Ты, Яков, откуда ты вообще взялся? Чего ты вообще приехал сюда, этот Донецк? И вообще, что ему надо? Вечно ему не имет. То-то надо, то-то надо, то-то надо. Сел бы уже, да посидел бы хоть раз на месте. Вечно ему что-то надо. То есть, наша плоть, мы, как люди, нам нужны удобство и комфорт. Нам надо все, что вот, вот, даже на одну подушку ляжешь, на одной и спишь. Перешел на другую кровать, уже не спится, да? Настолько мы привыкаем вот к такому, к обыденному. Вот душа настолько нас тянет опять к тому, что нам так мягко, известно, доступно. Мы уже протоптали эту дорогу, прогрызли этот сухарь. Мы уже знаем, если я это сделаю, вот это будет. То есть, мы настолько привыкли. И когда нас начинают говорить, нет, давайте, все, бросайте и вперед. И вот здесь начинается проверка. И тут наша плоть или наша душа, она начинает, зачем оно мне надо? Ну, чего им не сидится? Опять вот им что-то в голову стучить, бежать куда-то надо. Ну, Бог нам дал мир, нам дал покой, оправдываем семья. Бурлит у нас, бурлит, бурлит. Скажите, пожалуйста. А, и внутри каждый из нас, когда вообще корень, я хочу сегодня рассказать вам, корень греха. Вот это что бурлит, это последствия. Бунт, это все последствия. Водка там, иду, блужу, или там грешу, это все последствия. Но самый настоящий корень греха есть непослушание. Дома воспитание, детей воспитывают, не учит никто воспитанию. Сегодня. Вернее, послушание. Сегодня, к сожалению. Учителя жалуются, потому что дети последние становятся ужасными просто. Для них мать, не мать, взрослый, не взрослый, у них все пошел вон и тому подобное. А это идет от непослушания, неприученные дети изначально. Почему? Они с ними просто беседуют, рассказывают и тому подобное. Послушания нет внутри. Почему? Потому что это было вложено еще через Адама в наше естество. И мы с этим, нам надо знать корень. Корень наших грехов. Это не, допустим, я сплетничаю. Это не потому, что я сплетница, а потому, что внутри меня живет вот это непослушание. Я не хочу слушать то, что говорит мне Бог. Бог мне говорит, перестань клеветать на соседа своего. А мне хочется ж. И все, что я делаю, я включаю непослушание. И результат сам дает о себе знать. Не правда ли? Давайте посмотрим исход, 20 главу. 18 стих. Почему пастор, когда он говорил, что говорит, январь месяц, это месяц, вы должны успеть. Помните? Вы должны успеть. Вы сидеть с Богом, сидеть с Писанием, сидеть с Библией. Потому что Писание и его присутствие, вот что нам необходимо. Вы должны сидеть. И он сказал, что говорит, январь месяц. Вам надо поспешить. Он даже сказал, сегодня последний день января. Вы должны не успеть сесть. И Бог будет вам показывать. А если вы опоздаете, тогда вам приходят. Это не просто пастор говорил, просто запугать как-то нас. Нет. Это Бог говорил через него. Потому что у Бога есть свои уставы, которые нашему разуму непонятны. Аминь, 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 аминь. Бог вообще не действует по нашей логике, люди. Он вообще действует вообще вне всякой логики человеческой. И все, что нам остается делать, послушаться. То, что хочет сделать Бог. А Бог говорит через пастора, через лидера, через соседа, через мужа, через жену. Через Слово Божье Он говорит нам делать. Но мы уперто становимся на своем и не слушаем. А это просто пастор сказал. Нам надо научиться отличать голос Божий от голосов иных. Аллилуйя! Аллилуйя! Пастор не просто здесь постоит, потому что ему хочется стоять. Бог его сюда поставил. Может и не хотелось бы уже стоять, но мы стоим здесь, потому что Бог этого хочет. И когда ты выходишь на сцену, ты выходишь не потому, что тебе хочется впечатлить народ, который здесь стоит. Я никогда не забуду, когда я делала много дел, которые прихожу домой, я провожу собрание, прихожу домой, а у меня внутри боль. Я говорю, Боже, я ничего не могу понять. Что происходит? Я же вроде бы делала все. Помазание такое. Фонари такие прям. Знаете, мне нравится, когда помазание. Боже, ты движешься, присутствие Бога такое. Там люди переживают, плачут, падают. И ты такой прям весь. Ну, это всем нравится, христианам, да? Которые всегда служат. И ты вдруг видел такие фейерверки, приходишь домой, у тебя внутри печаль такая, боль такая. Ты думаешь, Боже, что такое? Ничего не понимаю. Я сколько раз сначала не спала. Сижу, говорю, Боже, я не понимаю. Я вроде должна наслаждаться. Вроде как бы все сделала так, как вроде нужно. Люди так впечатлены моим служением. А у меня, кроме внутри тяжести, нет ничего. А Бог говорит, а ты же впечатлила людей. А я хотел, чтобы ты впечатлила меня. А я что, говорил тебе это делать? Сколько раз, я помню, я прихожу, думаю, сделаю эту молитву в конце, но я ее делаю в начале. И знаю, что Бог хотел, чтобы даже это произошло сегодня. Я хотел это сделать в конце. Бог хотел двигаться в конце, но я сделала это в начале. И стою, думаю, Боже, опять я не послушала. И у меня внутри как будто, знаете, вот... Это такие невидимые вещи, а Бог говорит, не послушание. Я хочу научить вас ходить в послушание моем. Если вы будете послушны, то вы будете делать столько много вещей. Ну, логика человеческая или люди? Вот, знаете, люди привыкли уже ко мне. Когда я выхожу, я двигаюсь по Мазани. Правда же? Я же не про... И я это чувствую. И Бог мне часто говорит, ты иногда делаешь по побуждению людей, но ты не делаешь то, что я хочу. А я хочу научить тебя двигаться, потому что я еще больше буду делать для этих же людей, я для них приготовил намного больше. Поэтому нам не надо впечатлять людей. Нам надо впечатлять его. И люди, которые послушны Богу, они иногда выглядят, как будто они отморозки. Ты приходишь, а он идет к себе и все. Здравствуй, пастор. А он идет и даже не здоровается. О, пастор какой обнаглевший, глядь. Даже не замечает. Вы просто не понимаете, что люди, ведомые Богом, они не вписываются в логику человеческую. Иногда ты идешь, и тебе все равно... Как вам это объяснить? Это не должно обижать вас. Ты просто идешь, потому что ты идешь, зная, что тебе надо делать. Вспомните Лазаря. Помните Лазаря? Когда он умер. И послали людей за Иисусом. А Иисус там учил, в другом городе проповедовал. И они пришли, говорят, Иисус, твой друг Лазарь умер. Ты представляешь? Надо идти скорее, Иисус. Надо что-то делать. А Иисус говорит, успокойся, мальчик. Садись рядышком. Я буду тебе проповедовать, а ты слушай. Это вмещается в логику человеческую? Сегодня звонят пастору домой. Говорят, пастор, срочно, надо на беседу. Пастор, вот прям не могу. Я ему говорю, не едь туда, не едь. Нет, ну это ж у него беда. Ему надо помочь. Ему надо это. Да ему надо не твоя помощь. Божья помощь ему нужна. Пусть идут к Богу. И мы иногда такие сердобольные. Бросаем все. Говорил нам Бог. Бог не говорил нам Бог. И летим вперед решать проблемы человеческие. Потом приходишь домой и ничего не понимаешь. Я же вроде Божье дело делал. Если я делал Божье дело, Бог должен решить мои проблемы. Да, так у нас логика говорит человеческая. А Он не решил мою проблему. А я Его проблемы типа решил. А Он и не собирался. Эй, эй, эй. А ты спросил сначала у Него, надо тебе туда идти или не надо? А Он посылал тебя туда? И вот когда Клазарь умер, люди у вас были в шоке. Пастор, ты что это? Это же твой друг Иисус. Ты что забыл? Это же твой любимый друг. Умер. А ты сидишь. Он два дня и еще продолжал учить. Вы представляете? Труп завонялся уже. На какой день он разлагаться уже начал? А Он учит. Иисус, у тебя что? В голове что-то ненормально. А Иисус говорит, я ничего не делаю от себя. Я делаю только то, что я видел у Отца Моего. Только то я и делаю. Я не знаю, почему Иисус ждал еще двух дней. Может быть, Иисус ждал, когда Бог скажет Ему, идти исцелять или не исцелять. Не написано это в Библии. Может быть, я не знаю, от чего ожидал Иисус. Он просто ожидал, что будет явлена слава, не Его, а Божия. А мы, когда спешим быть ответом для людей, мы хотим, чтобы все нас увидели, какие мы сильны в Боге. Дух Святой так действует через меня. Я только возложил руку, хлопись, все попадали. И что хорошего в том, хлопись. Вы понимаете, о чем я говорю сегодня, да? Есть что-то большее. А Бог говорит, я не шоу ожидал от вас, что люди все будут танцевать, прыгать. Вы им кричите, рукопричите. Они... А жизни-то от этого не изменились. Это эмоции как-то там воскресли. Эмоции там восхитились. А жизни как были прокляты, так прокляты и остались. А я ожидаю от вас послушания. А послушание часто, когда Бог говорит что-то делать, логика не может подчиниться. Поэтому я говорю, нам нужно бодрствовать в уме своем. Научиться изменять свой разум, ракурс свой. Потому что Бог неординарно действует сегодня. Аллилуйя! Бог хочет себя проявлять с каждым разом все больше и больше, все сильнее и сильнее. Но из-за непослушания мы теряем то, что Бог хочет нам давать. Когда мы приходим к Нему, еще очень важная вещь. Когда мы приходим к Нему, для каждого узнав, Бог приготовил дары. Человекам. И Он раздает дары. Саша дал там за людей молиться, исцелять больных. И Ему дал там вести в присутствии людей, поклонником быть. Ей там дал дар учительства и тому подобное. И порой, когда мы служим, эти дары начинают проявляться. И Бог тут ни при чем. Он дал дар, который дал играть. Это дар от Бога. Правильно? И они непреложны. И если Бог дал мне этот дар петь и вводить людей в присутствие Божье, то мне не надо даже ничего. Я знаю, как это сделать. Это дар. И это не... Это от Бога. Это Его дар. И я могу поехать в любую церковь, выйти на сцену и ввести людей в присутствие. Это несложно. И порой мы часто путаем, когда Бог использует наши дары, а когда Бог ожидает послушания. И порой, когда действуют дары в церкви, мы путаем, что это Бог этого хотел. А Бог говорит, я этого не хотел. Это дар действует, который внутри тебя. А я жду от тебя послушания. Вы видите? И мы путаем. Мы думаем, мы вышли на сцену. Так призвали к пожертвованию. Так у нас хорошо сложилась речь. Это помазание. Дух Святой сошел на меня. Да это не Дух Святой. Это дар, который внутри есть тебя. Он есть. Он всегда будет действовать. И вы всегда будете видеть результаты. И люди, как правило, думают, успех это результат. Правда? Если я имею результат, значит я успешен. Но Бог не так видит. А Бог видит. Если ты послушен, значит ты успешен. Если я послушен, значит я успешный христианин. Вот как смотрит Божья логика. А нам кажется, что если я молюсь, и люди все исцеляются. Люди все сокрушаются. Все люди переживают что-то. Вот это результат. Приходят люди, каются. И все, что мы делаем, мы рекламируем себя. Какой я духовный. Это где-то там, глубоко засунуто. Потому что мы впечатляемые результатами. Ой, сегодня так прошло прославление. Все на ушах стояли. Так классно. Так это, так это. Так это, так это. Бог говорит, да, ты впечатлил. Да. А пока все давали до ушей. А ты спросил у меня, что я хотел? А я что хотел? Ты-то впечатлил. Все сказали, какой умница. А Бог отворачивает лицо своего. Тебе что, это надо? Почему он сказал? В последние дни. Люди будут изгонять беса. Будут исцелять больных. Возлагать руки на больных. И они будут здоровы. А он скажет, отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Как вы думаете, почему? Потому что дары действовали. Но эти люди, они не приходили к Богу. Они не были в интимной связи с Ним. Они не знали Его как Бога. Бог говорит, я не чувствовал никогда тебя. Я не знаю тебя. Ты не знаешь меня. И они делали просто потому, что Бог дал дары. Люди исцелялись, значит исцелялись. И исцелился. А Бог говорит, я говорю, иди ко мне. Вот что важно. Иди ко мне. Будь со мной. Вот что для восторгать должно тебя. А уже остальное все, там молиться за больных, это уже последствия, это уже должно исходить от моего присутствия, от моей связи. Женщина, когда любит мужчину, они живут интимной жизнью, рождаются дети. От интимной связи рождаются дети. Так или нет? Точно так же с Богом. Когда мы общаемся с Богом от интимных, близких, связи с Ним, приходят в нашу жизнь плоды. И Он сказал, те принесут много плода, кто будет на лозе пребывать. Только те принесут много плода. На лозе это значит с Ним, в Нем. В послушании. Как мы можем быть в послушании без Него? Никак. Мы сможем быть, находиться в послушании только когда мы в Нем. Приходим к Нему. Тогда мы плодовитые. Тогда мы сочные. Тогда уже, это как обычное правило, возлагаю руки на больных, они здоровы, уже тебе это не впечатляет. Почему? Это обычная работа христианина. Написано, у веровавших будут сопровождать знамения. Не обязательно быть настолько высокодуховным, чтобы возлагать руки на больных. Просто уверить. Верить и все. Но когда ты возлагаешь руки на больных, и они исцеляются, чудеса происходят, это не означает, что ты какой-то высокодуховный. Не этом соизмеряется твоя духовность. Твой уровень с Богом не определен, не определяется успехами, теми, которые ты ожидаешь, или результатами, которых ты ожидаешь. Но послушание Ему. Вот что определяет мой уровень хождения с Богом. Послушание Ему. Не то, что я хочу, а то, что Он хочет. Это нелегко. Но этому Он хочет научить нас. Почему? Потому что когда труба зазвучит, когда Он придет, то люди послушные смогут услышать Его трубу. Извините меня. И на небо поднимутся только те, которые научились хоть чуточку ходить в послушании. Когда Он говорит, идите ко мне, приблизьтесь ко мне, мы должны все научиться, не то, что все, но мы должны научиться отделять время, когда его нет вообще. Научиться отделить время. Помните Есфирь? Помните Есфирь? Царица. Красавица. Все было у нее. Она царица. Богатство, власть, сила. Все было. Ну, единственное, чего она не могла еще сделать на тот момент, прийти к царю без разрешения. Помните? Если он ее не позвал. Если бы она к нему пришла, он бы ее просто убил. Лишил ее головы. И представьте, голос трубы зовет ее. Царица, ты должна пойти и вступиться за народ свой. Где логика? Объясните мне. Где логика? Что Бог не знал, что это смерти подобно. Что Бог не знал, что она рискует все потерять. Не то, что рискует все потерять, она рискует вообще собою. Потерять то все, это еще ничего. А потерять жизнь отсякут голову ей просто. Что Бог не знал? Знал. Знал же Бог. Но тем не менее, он говорит, иди, Есфирь. Он использовал отца, уста отца. И говорит, иди, Есфирь, ты спасешь. Не для этого ли времени Бог призвал тебя? И тут она услышала. Есфирь услышала. Услышала приказ от Бога. Не то, чтобы пойти порисоваться, чтобы на меня все посмотрели, какая красавица у царя, какая жена вся писаная. Не для этого она шла на смерть. Она сказала, умереть так умру. Слышите? Умереть значит умру. Но я буду послушна голосу моего Бога. Почему? Она имела страх перед Богом. Страх это не ужас Бога. А страх это величайшее почтение в сердце моем. Что я готов пожертвовать ради того, чтобы быть в его присутствии. Я даже могу оставить сегодня день и не пойти на работу. Почему? Я не получу же за это деньги. Мне же нечем накормить семью. Да это все оправдания. Готовые просто мелочные, человеческие, бессильные, безвкусные, дрянные оправдания человека. И если вы даже на это не готовы, то что тогда говорить о пробуждении вообще в целом? Вы со мной или нет? Она говорит, если надо умереть, умру. Но я сделаю то, что хочет от меня Бог. А Бог, конечно же, это полное доверие Богу. Неужели вы думаете, что если Бог сказал сделать вам что-то, Он сделал это для того, чтобы вас убить? Какой же Он тогда Бог? Бог не говорит никогда никому сверх меры. Или Он говорит, я не даю никому сверх силы. Это означает, что если Бог потребовал у меня что-то, я могу это Ему дать. И это в силах моих, это в силах человеческих. Единственное, что мне остается, быть послушным Ему. И сделать то, что хочет Он, а не то, что впечатляет других людей. Чтобы меня похвалили и сказали, какая проповедница? И что тебе от этого? Слышите? Она пошла. Она говорит, умереть, значит умру. И она пошла. И Бог сделал свои вещи. Она была еще прекраснее для своего мужа. Он еще больше полюбил эту женщину. Помните или нет? Смотрите на Моисея. Моисей вывел этих людей. 20 глава исход. Когда вы будете читать, они бесконечны. Давайте почитаем. Я не хочу это... Давайте будем читать. Они бесконца роптали, как мы с вами. Мы ничем не лучше этих людей. Весь народ видел громы. 18 стих, 20 глава исход. 20 глава, 18 стих. Этот народ видел столько великолепного. Этот народ, если вы читаете, он столько видел знамений. Столько видел и громы, и молнии, и тому подобное. Бог вел, они видели руку Божью. Они кричали, мясо хотим. Бог говорит, да нате вам мясо. И из ноздрей лезло. Нате вам мясо. Наелись мясо опять. Мы не хотим мясо. Мы хотим воды. И смотрите, 18 стих. Весь народ видел громы, и пламя, и звук трубный, и гору, дымящуюся. И увидев тон, народ отступил и стал вдали. Видели, что на этой, если перед этим вы будете читать, что Моисей привел их к горе Синай, которая вот, 18 стих, 19 главы, которая вся дымилась. Бог сошел на эту гору. Синай, это прообраз церкви. Прообраз места, куда приходит Бог. И Моисей привел этих людей к месту, где было присутствие Бога. Помните эту, да? Но люди, смотрите, они остались стоять вдали. Они боялись даже, не то что боялись, они не пошли туда. И Моисей, смотрите, и сказали Моисею, говори ты с нами. То есть, Моисей, будь нашим переводчиком. И мы будем слушать. Но что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Почему? Да потому что народ знал, что они непокорны. И они боятся в присутствии Бога умереть. Так или нет? Почему они говорят, чтобы нам не умереть? Значит, они знают, что их сердца неправы перед ним. Так или нет? Поэтому из-за того, что они знают, что их сердца правы, они не идут к Богу, чтобы не умереть просто. Осознанно, да, они идут осознанно на непослушание. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас. И что бы страх его был перед лицом вашим, дабы вы для чего не грешили. Напиши себе, страх Божий, страх Божий не дает мне грешить. Страх Божий не дает мне грешить. Говорит, чтобы вы имели страх Божий и не грешили. 1 Иоанна, 3 глава, 4 стихом Писания говорит, «Всякий, делающий грех, делает беззаконие». И грех есть это беззаконие. Беззаконие – это состояние беззакония для первых, не знающих закона. А второе – состояние беззакония для тех, кто знает, что это беззаконие. И все равно это беззаконие. И Писание говорит, «Всякий, делающий грех, делает беззаконие». Скажи, «Всякий грех есть беззаконие». Беззаконие, другими словами. Это означает, что когда мы отвергаем волю Божью, а проталкиваем волю свою. И при этом пытаемся убедить Бога, что это все-таки в пользу Его. Оправдываем, говорим, «Ну я же служу! Ну я же для славы Господней это все делаю!» Следующий стих. Луки. Давайте откроем Евангелие от Луки, 14 главу. Превосходное место. Луки, 14 главу. Вы получаете что-то с ним? У вас мозги работают? Да. Размышляют? Ключи мы, да? Слава тебе, Господи! Так. Луки, 14 глава. Начнем с 16 стиха. Очень интересная история. Поучительная, скажем, история. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Ужин. Скажите все, ужин. Ужин. Иисус сегодня делает для нас большой ужин. Накрывает стол. Это означает Его присутствие. Это означает Его слава. Это означает, когда мы входим вместе с Ним. Иисус много зовет, делает ужин, накрывает стол, дает откровения, исцеляет больных, восстанавливает семьи и тому подобное. Это все называется одним словом ужин. Это прообраз того, о чем мы с вами читаем. И звал многих. Скажите, многих. Многих. И когда наступило время ужина, и когда пришло время уединения протестантской церкви города Донецка, в 6 часов вечера настало это время, и пастор пришел, открылись двери и ожидает. И что было за история? И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым. Подчеркни слово званым. Званные, это означает, что знакомые. Это те, которые уже в церкви. Званные. Кому смс-ки приходят. Званные. То есть, дружочек, мы тебя знаем, ты как бы ожидаем. Мы знаем, что ты должен быть. Идите, ибо уже все готово. Идите, уже 6 часов. Служение начинается. Идите, уже 11 часов. Уже прославление начинается. Идите, уже молитва начинается. Уже 10 часов. Молитва начинается. Идите. И началось. И начали все. Как бы сговорившись извиняться. Первый сказал. Слушай, я машину там купил. Не обкатал еще, не успел. Да даже еще не успел глянуть, сколько жмет по трассе. Не могу. Знаешь, извини. Я поеду сейчас покатнусь. Если успею, то успею. Пастор, ты особо там не извини меня. Ну, ты сам понимаешь. Ну, я на следующий раз обязательно приду. Обязательно приду. Ну, понимаешь, что машину мне каждый день дарят, по-первых. Ну, надо испытать. Встречаем мы такой. А пастор стыдит, ждет. Один пришел. Что, купить машину, это грех? Нет. Что, ездить на машине, это грех? Нет. Нет. Иметь машину, это хорошо? Да. Как вы думаете, Бог рад, когда у нас появляется машина? Больше надо. Я купил землю. Пастор, ты знаешь, я дом купил. А вот только завтра я могу ее посмотреть. Извини. Мне надо просто дом строить. Мне фундамент уже там кладут. Мне вот, вот как надо там быть. Нужно пойти посмотреть. Прошу тебя, извини меня. Другой приходит. Я купил пять пар баллов. И иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. И все. Прошу тебя, ну извини. Ну не могу. На уединение надо ехать. Ну я не могу. Вы понимаете, мне завтра... Ну просто, ну вы же должны понять. Я же семью кормлю. Ну не могу я. Вы что, не понимаете? Пастор, да, понимаю. Конечно, понимаю. Что мы не кормим. Тоже кормим. Понимаю. Конечно же понимать. Ну при чем здесь, понимаю или я не понимаю. Бог зовет тебя. При чем здесь вообще понять. Третий сказал. Я женился. Что, женить бы это грех? Если женить бы это грех, то мы тут все первые грешники. Ну женить бы это не грех. Я женился. Мне сейчас медовый месяц. Мне пастор срочно подарили путевку. Надо улизнуть, уехать. Все поставить. Фу, наконец-то. Мне надо срочно отдохнуть. И, возвратившись, раб тот донес о всем-всем господину своему. Тогда, господин, я удивилась бы, если бы он не разгневался. Разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. Пойди скорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых, слепых. Как вы думаете, почему позвал хозяину вот этот сорт людей? Потому что их ничего не держало в этой жизни. Ни машины, ни жены, ни кола, ни двора, ни еды, ни питья, ни денег, ни заработков. Ничего нету. Голк как сокол, бомж называется. Ничего нету. И Иисус говорит, хозяин говорит, иди собирай вот этих людей, которых ничего не держат в этой жизни. Что, жениться плохо? Это грех? Нет. Иисус сам сказал, не хорошо быть человеку одному, поэтому дам ему помощника. Он сам как бы говорит, женитесь. Это хорошо, но если твоя жена затмила присутствие Бога в твоей жизни, это грех. Если твоя новая машина затмила присутствие Божие в твоей жизни, ты пыхтишь на дне, день и ночь. Это грех. Поэтому Бог говорит, я ревнитель. Я не позволю вам всю свою жизнь отдавать на что-то, что принадлежит мне. Мне принадлежит это время. Я вас позвал на уединение, на встречу с собою. Мне принадлежит это время. Бог тебе говорит, иди ко мне, иди ко мне. Ты говоришь, Бог, сейчас по телефону надо. Ой, звонок. Да, 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 да. Я сейчас, сейчас, Бог, сейчас, пять минут. Да, ну, смотришь, 15 минут прошло. Как только вы начинаете искать Бога, сразу найдутся люди, которые звонят по телефону. Аминь. Или кто-то придет в гости обязательно. И всем под зарез ты нужен. И вот здесь ты стоишь на вот этих весах. Что тебе избрать? Избрать то, как эти оправдывались, Иисус. Подожди. Ты здесь вот в этой комнате остались. Я помню, один раз. Аж смешно было. Говорю, Иисус. Такое присутствие было. Я его как бы посадила. Говорю, Иисус, ты не уходи отсюда. Я сейчас. Я сейчас. Пошла, дверь закрыла. Как бы он у меня там. Иисус, я сейчас приду. Мне срочно там мама кричит. Мне сейчас, 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 Иисус. Я приду, я приду. Потелепала. Там с мамой проблемы решила. Там звонок решила. Там собаку на улицу выгнала, нассала на ковре. Я пока прибежала домой. Прихожу в эту комнату. Господи. Я тебя люблю. Я тебя люблю. И я тебя люблю. Любую нагнетенной, утрясенной. Насыплю в ло на вашем. А его там нет. И вот стоишь на весах. Кому больше я отдаю предпочтение? Кто дороже для меня? Мои дети. Вот почему Иисус сказал. Если вы не возненавидите своих. Что это? Правда? Надо идти ненавидеть сына своего. Не это требует Иисус. Но если дети затмевают тебя, у тебя никогда нет времени из-за твоих детей найти его лица. Это означает неправильно. Если твоя работа постоянно, тебе некогда из-за твоей работы найти лица Божьего. И ты не можешь научиться послушанию. Он стучит. Тебе надо его послушаться. А твоя работа кричит громче, чем этот стук. Раз. Громче, чем твое желание. Два. Она прямо орет. Не можешь. Нет. Ты не можешь этого сейчас сделать. Тебе надо бежать. Бежать надо. И ты сломя голову бежишь. В результате у тебя никаких успехов нет. В результате ты работаешь для пустого кошелька. В результате ты ропчешь. В результате ты больной. В результате у тебя ничего не получается. И в результате ты как бы с Богом. И ты как бы и не с Ним. И ты не поймешь вообще, что происходит. И внутри происходит в жизни дисбаланс. И ты не... Как один человек мне говорит. Я не знаю вообще, что я здесь делаю. Приехали. Приплыли. Я говорю, эти слова может сказать тот человек. Что я здесь делаю. Который давно не был на приеме. Не был на званом ужине. А это говорит следующее. Что когда меня зовут, я всегда... У меня отмазки. У меня отмазки. И эсфирь. Она все потеряла. Она говорит, я готова на все. Помните Авраама? Которому... Время у нас есть еще, да? Вы устали, да? Нет. И помните Авраама? Который был на самом деле кратчайший человек и послушный Богу. И вот где логика? Он так ждал. Бог ему обещал. Столько у него будет, как звезд на небе. У тебя будет столько детей. Бог же ему обещал. Он так ждал. И вдруг этот сын появился. И тут Бог говорит, вставай и иди с ним на гору. Из-за того, что и Авраам был настолько послушан, он рано утром встал, чтобы сделать то, что Бог ему сказал. Рано, написано, утром. Он даже не вылеживался, думал. А Бог сказал, вечером повалюсь. Ладно, сейчас вот поем. А потом... Все, потом закрою двери, замкнусь. Все, отключу телефон. Все, и пойду, Господи, к тебе на прием. Наелся. Ой, как спать хочется. Сейчас я чуть-чуть посплю. Не, я не буду спать. Я пойду Бога искать. В Библии укрылся. Сон сладкий, сладкий. Просыпаешься. Боже мой. Как я тут очутился? Даже не помню. То есть все есть впереди, чтобы не сделать то, что говорит Бог. Правда? И только послушание может привести нас к тому, что хочет от нас достать. Скажите, послушание. Послушание. И послушание нужно не просто так вот... Ты пришел к Богу, сказал, Бог, дай мне послушание. Он говорит, на. И ты послушай на все сто процентов. Послушание нужно вырабатывать. Скажите, вырабатывать. Это сегодня я доказал, свое послушание. Завтра. Понемножку. По чуть-чуть. Но я начинаю. Я начинаю. Когда Бог уже мне... Я уже, уже, знаете, два раза в неделю. Я говорю людям, хотя бы два раза в неделю общайтесь с Богом. Да у меня не... Работа. Ну, хотя бы один раз в неделю. Отдайте для него. Ну, хотя бы начните с малого. Один раз в неделю. Час. Побудьте с ним. Час. Два часа. Два часа. А что делать? Два часа выбросить из своей жизни. Да у меня в графике вообще даже и пробела нету. Два часа. Да за два часа я бы мог горы перевернуть. Два часа. Бывает с вами такое? Да за два часа я уже и в город смотался. И ты уже видишь, ты в город смотался, скупился, все домой привез, уже и приготовил уже. А тогда бы уже можно и с Богом общаться. Ты уже все распланировал. А Бог говорит, нет, я хочу сломать все твои планы. Я хочу сломать вот эти все ограничения. И хочу увидеть, чтобы ты был послушный. Аллилуйя. Аллилуйя. Только в Божьем присутствии мы можем видеть, кто есть мы. Только в Его присутствии. Когда дьявол приходит и начинает судить тебя, бичевать тебя, мол, ты такой-сякой, ты плохой, гоните дьявола с порога дома своего. Только то, что вы получаете от Бога в присутствии Его, вот это есть истина. Кто-нибудь сказал? Аминь. Когда Бог в присутствии своем говорит, тебе надо вот это изменить. Тебе это не давит, не угнетает. Тебя это не ущемляет. Тебя это не унижает. Ты прям сам видишь это. Тебе хочется это делать. Тебе хочется изменить это. Почему? Потому что это Бог тебе показывает. Это Бог тебе открывает. А когда дьявол приходит, тебе плохо. Ты казнишь себя. Ты себя мучаешь, бичуешь, лупцуешь, плачешь, страдаешь, осуждаешь себя без конца. Ты вчера уже каялся 10 раз. Сегодня приходишь на собрание. Опять себя лупцуешь за это же самое. Почему? Дьявол приходит и начинает осуждать людей. Почему? Чтобы удалить нас от присутствия Божьего. Скажи, но Бог любит меня. И я все равно буду идти к Нему. И я достучусь. Аллилуйя. Исайя 66 глава. Где я очки делаю? А еще мы же не дочитали то место. Давайте вернемся в Луки. 22 стих. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты. И еще даже есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгоряди. И убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, вот это самый важный стих. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых, подчеркните слово званых, это знавших, это познавших, это вкусивших, это знающих, не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. То есть он говорит, много званых, но переживших так мало. Почему? А потому что они ничего не жертвуют ради меня. Аллилуйя. Итак, скажи, трепетать пред Богом. Это означает. Выполнять, что он говорит. И не из-за моей выгоды. А наоборот. Аллилуйя. Когда Моисей, числа 20 глава с 1 по 13 стих мы читать не будем, у нас уже не так нет времени. Когда Моисей был побуждаем людьми, помните момент тот, и люди говорили, пить, пить хотим, пить хотим. Раньше Бог его и говорил, ударь по скале, вода побежит. Были такие моменты раньше. Но здесь Бог не сказал Моисею, ударь по скале. Бог сказал, просто скажи скале, сей. И она даст воду. Помните эту историю? Но из-за того, что Моисея достали люди, побуждаемый был не Божьим словом, а негодованием уже побуждаемый был, возбужден был людьми, желаниями людскими. Пастор, мне нужно, пастор, мне так нужно, пастор, мне так нужно, и пастор, хорошо, на тебе. Я вчера взвешивалась, сидела, думала, Господи, сколько дробов было наломано только от того, что мы побуждаемый, выполняем то, что побуждаемый людьми, а не Богом. Всем все нужно. Вы думаете, мне ничего не нужно, и мне еще больше нужно. Всем все нужно. И здесь, нам надо, нам надо, нам надо. Моисей, мы пить хотим? Ты что, вообще? Мы пить хотим? И он говорит, ну ладно, достали, на тебе вам. И он два раза от злости ударился. Результат получит был, правда? Чудеса-то были, разве нет? Чудо было. Вода пошла. Люди увидели это чудо и опять роптали. Но они увидели это чудо. Результаты были. Но Бог сказал, Моисей, ты не войдешь в обитованную землю. На небо-то он попал, естественно. Но в обитованную землю, то есть, то, что я приготовил для тебя, Моисей, из-за твоего послушания, лишил ты себя вот этого. Чудо произошло. Люди исцелились. Да, я, ты, да, они получили. Но ты остался мне. Сколько раз, я помню, приходила домой и говорю, Бог, я ничего не понимаю. Люди переживают такую славу. Люди так купаются. А я вообще как будто в стороне стою. Я вообще ничего не переживаю. Почему? Или я согрешила, или я что-то сделала не так. Я мучила себя, Бог, или я отступила. А это было всего-навсего. Да, результаты были. Блин, ну послушание я хотел, чтобы было. Я даже иногда выхожу на собрание и жду, как люди ожидают, что я сейчас, типа, как вот это, знаешь, царица, рукой махну и в помазание. Сейчас, знаете, рукой как махну, и утки поплыли, поплыли, поплыли. Как бы чудеса какие-то ожидают, что я двигаюсь в этих помазаниях. И как бы это... И я иногда побуждаемая вот этими ожиданиями людьей. Я не виню людей за это. Я не права. Люди впечатлились, свое получили, а ты домой идешь, как обсосанный. Жгу, Господи. Так себя скверно чувствую. А Бог говорит, скверно только потому, что не делала то, что я хотела. Вот и все. Скверно себя чувствовал Моисей, только потому, что сделал то, что людям надо было, а не то, что Богу. Вы думаете, что приятно было услышать Моисею, не войдешь в обетованную землю? Неприятно. Я один раз по мне еду, говорю, Господи, ты прям вот используешь и сразу наказываешь. Он говорит, да. Чтобы послушанию научить вас. Аллилуйя. Итак, послушание, скажите, послушание дороже жертвоприношения. Поэтому Бог говорит, что толку, что вы мне приносите десятины свои, приношения свои, деньги вы мне приносите. А я зову вас, а вы не слышите. А я кричу вам, а вы заняты. А я говорю с вами, а вы не слышите. А я объяснять пытаюсь. А уши ваши закрыты. Ну что, польза, что вы им приносите мне свои жертвы. Вы приходите и говорите, Бог, люблю, 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 люблю тебя. Бог, я поклоняюсь, поклоняюсь. Вы поднимаете свои руки, делаете религиозные, набожные лица. Вы говорите так, потому что так принято. Ну что, польза этого, ну мне-то, какая-то польза. Я же знаю, что у вас в сердце. Я же знаю, что я завтра вы... Да не завтра. Сейчас я тебе скажу, повернись к ней и плюнь ей в глаза. И ты же этого не сделаешь. Почему? Кто скажет, ты что, вообще что ли? А Иисус говорил, а я развернулся слепому, плюнул ему в грязь, смочил вот это все, маску на глаза навел, и он выздоровел. А вы готовы? Да. А вы логику свою включаете. А вы сразу, а как это будет выглядеть? А как люди на меня посмотрят? Это ж так вообще... Это что? Это надо быть таким смелым. Да нет, это не надо быть смелым, это надо быть послушным. Вот и все. И кто-нибудь сказал? Аминь. Никогда не забуду. Я помню, мне рассказали этот случай. Или я прочитала, я уже не помню, уже это так давно было. Как один проповедник подошел к одной женщине, сидящей на первом ряду, и как замочил ее, и она перевернула через несколько рядов, перелетела. И он говорит, я уехала, думаю, вот это да. И говорит, время проходит, через три года я возвращаюсь в эту церковь, и сидит, говорит, эта женщина рядом, мужик такой, как шкаф. И я сижу, думаю, все, сейчас она мне даст. И я, говорит, весь в страхе, весь путаюсь, проповедую, я сам путаюсь. Не пойму вообще, что говорю, думаю, я сам смотрю на этого шкафа, думаю, ну все, приехала. Я, смотрю, собрание заканчивается, они мостятся ко мне, говорит, идут ко мне навстречу. Ну все. И силы не стало во мне. Она подходит со слезами вот такими, говорит, спасибо вам большое, что вы меня тогда так и мочили, говорит. Я этого ждала. Это, говорит, ваш поступок привел моего мужа к покаянию. Понимаете? Я тебе говорю, что вы мочить начали. Не в этом суть. Я хочу показать, что логика Бога не соответствует логике человечества. И поэтому мы непослушны, потому что, когда Бог нам говорит, у нас стереотип включается, как это будет выглядеть. Ну кто знает, ну кто знает, что ли? Ну кто знает по какому? Ну вот зачем? Вот пастырь вот это делает. Я сколько раз ему мешала. Ну, я говорю, ну ты вообще, ну, ну пусть в мозги включи, как ты мог вот так вот ну зачем тебе надо было это делать? Он повернулся ко мне, поймешь потом. Время проходит, я смотрю, ну точно. А я ж такая умная, мудреная вся, знаешь, а кто он? Он безграмотный, а я такая грамотная, умная, мне что-ка учить. А Бог говорит, что ты ей дала твою грамотность? А я вот взял неграмотное, неумное, сказал ему делать, он даже без задней ноги пошел и сделал. Без задней мысли верни. А ты сидишь по двое суток, по две недели думаешь, как правильно это сделать. А он уже сделал давным-давно. Послушание. Скажи, Бог ожидает от меня послушание. Ему даже не способности твоей нужны, не привлекательность твоя нужна, не язык подвешенный твой, ну не это, ему все равно подвешен твой язык, не подвешен. Говоришь ты, не говоришь ты, ему это все равно, ему нужно наше сердце, которое научено послушанию. Аллилуйя.